В Германии передумали отменять карантин для больных ковид, поэтому с 1 мая люди, заразившиеся коронавирусом, по-прежнему обязаны находиться дома на карантине согласно предписанию органов здравоохранения. Изоляция распространяется на всех жителей Германии, а не только на медиков. Люфтганза отменяет все рейсы в Россию до 30 июня и прекращает использовать воздушное пространство Российской Федерации. Кроме того, представитель немецкого перевозчика предупредил, что на рейсах авиакомпаний, которые выполняются на Дальний Восток, время вылета и прибытия изменится. Данные задержки связаны с корректировкой расписания. Эксперты рассказали, в каких регионах Германии ожидаются пробки на пасхальные каникулы. По их мнению, многие путешественники выберут Альпы в качестве места отдыха, а также популярные южные страны или побережья. Час пик, согласно прогнозу, начнется в 13.00 и продлится до 19.00 в пятницу. В субботу и воскресенье пробки образуются уже в 8 часов и продлятся до 12 часов. В вечернее время с 16 часов до 20, соответственно. В Германии изменился формат экзамена для будущих водителей. Изменены экзаменационные вопросы в части теории, и сам формат тестирования стал сравнительно легче, из-за того, что многие вопросы будут повторяться, но только в разных формулировках. Ученые Национального института сердца легких и крови США доказали, что питье воды улучшает здоровье сердца. Причем пить надо воду в системе, употребляя ежедневно определенное количество жидкости в чистом виде. По его словам, только в этом случае будет оздоровительный эффект. Симптомами нехватки воды в организме являются головные боли, сухости во рту, чувство жажды и головокружение.